Шалом браха. Вчера один интересный человек спросил моего сына, ему 11 лет, задал множество вопросов. Один из вопросов был, ты любишь молиться? Мой сын сказал, да, конечно. Я подумал, ну, на самом деле, я не думаю, что он любит молиться, потому что в таком возрасте, ну, как бы молитва, твои друзья ждут, игры ждут, комиксы ждут, и ты вот сейчас стоишь с этим молитвенником Сидуром, и ты как-то должен говорить эти слова. Но для религиозного мальчика с религиозной семьи сказать, что он не любит молиться, это... Но когда уже не 11 лет, когда человеку 20 лет, 30, 40, 50, 60, 70... И тут уже он... Если меня спросят, а ты любишь молиться? Сколько из нас, сколько человек из нас смогут сказать да? Сегодня перед молитвой кто-то мне сказал, вот это классная книжка. И я посмотрел, это был Сидур, молитвенник. Молитвенник, классная книжка, интересная. Это рутина, да, которая... Мы находимся в ней, и мы постоянно говорим те же слова. И это утром, днем и вечером. Мы хотим постараться здесь не понять, зачем молиться. Да, это уже мы уже достаточно... Мы прошли этот этап. Мы должны понять для себя, что... Как можно себя вдохновить и сказать, что... Как можно открыться молитву? В... Если человек во время молитвы, да, он хочет уже быть после молитвы, да, вместо того, чтобы наслаждаться тем, что вот сейчас у меня есть я виша ствела, я обращаюсь к Творцу, на самом деле я уже хочу, чтобы это кончилось, да, я уже... Я хочу сказать, что я уже помолился Шахарид, я уже прошел Минху. Тогда надо понять, что Творец, с которым мы обращаемся, он тоже хочет, чтобы это уже было после Минхи, чтобы было после Шахарид. Поэтому это настолько важно для себя, для других, для детей, понять и открыть для себя вот эти вот врата молитвы. Равшим Шампинкас зацал был потрясающий Рав. Рав... Было множество общин. Каждая община, которую он вел, это был целый переворот. Он был в Южной Америке, он был в Израиле, он часто был в Америке. Где бы он ни был, он приносил с собой особый свет, особую энергию. И у него был особенный талант, да, он был каббалистом. Он молился сам по всех канат Рашаш, по самым глубоким тайнам каббалы. У него был этот особый талант, вот эту высоту, вот это... Своё понимание, да, очень редко кто-то может рассказать о молитве, потому что ты должен сам понимать, что такое молитва. Он этим жил. Как сказано в предисловии, его тесть пишет, что действительно он... То, о чем говорит, он этим живёт. И он написал книгу. Большинство его книг... Огромная трагедия. Со своей женой, со своей дочкой они попали в автокатастрофу и погибли все вместе перед Песахом. Ему было всего 56 лет. Но за свою короткую, достаточную жизнь он успел очень много. Это была одна из немногих книг, которые он сам написал. Другие книги были изданы по его шурим, по его лекциям. Но это было написано, действительно, им сначала до конца. Эта книга, и Бауха Шами перевели на русский язык, называется «Врата в мир молитвы». И это действительно врата в мир молитвы. Это открывает нам целый мир. Известная история о рабшимшине, что он был рабом Афаким. Это небольшой религиозный город на юге, в пустыне. У одного из... была одна пара там, и у них множество лет не было детей. Сколько бы они пробовали, что бы они делали, и уже в полном отчаянии этот отец приходит к своему раввину, к рабшимшин Пинкесу и обращается к нему, говорит, что все, я больше не могу. Вы должны мне дать специальное благословение, обещание, что бы ни было, чтобы у нас уже были дети. И... В общем, Шампинкес сказал, что «Хорошо, приходи ко мне вечером». И в такой-то час, когда он пришел, он схватил его, взял его в свою машину и помчался. В середине дороги, в пустыне, он останавливается, открывает дверь, выбрасывает этого человека на дорогу и говорит ему, «А сейчас ты будешь просить у Творца, чтобы он дал тебе ребенка. Ты будешь здесь, и ты сам, отцы твоей души, обращайся к нему. Захлопывает дверь, уезжает». Он, этот человек в полном шоке, он думает, что они куда-то поедут, в какой-то особый специальный сыгула, что-то они сделают, чтобы специально будет молитва-то или им что бы это ни было. Тут он один, ночью в пустыне, и он начинает молиться, начинает обращаться к Творцу, начинает плакать. Он никогда в жизни так много не плакал, он кричит. Через 20 минут Шампинкес возвращается обратно и говорит, «Ну, я еще не кончил». «Хорошо». Он уезжает, и когда возвращается опять, говорит, «Сейчас, да». Он весь красный, у него нет сил, он еле двигается. Ровно через год Шампинкес был приглашен на празднование рождения сына Бритмила. Это очень типично, очень хорошо символизирует, дает вот этот подход, эта сущность Шампинкеса. Он пишет, что тфила – это молитва, это не просто какой-то обряд, который мы вот должны сейчас открыть, сказать, и этим мы его исполнили. Он показывает нам, открывает нам, что есть хазал, который описывает, что есть 10 разных выражений молитвы. Это зов о помощи, крик, вопль, стон, воспевание, призыв. И каждый из них описывает особенную часть, особенный нюанс молитвы. И как Рав Волбе, Шалай Маволбе, известный Шамаш Гех нашего поколения предыдущего, когда он всегда молился в своей живе. Но когда летом, то обычно утреннюю молитву Шахарит молились утром, а Минху молились уже больше к вечеру в 7 часов, и уже Мариф потом в 11. Он не молился в это время с Ишевым. Минху молился рано, уже в час, в полвторого. У него был свой Миньян, он молился там. Когда его спросили, как же так, он же всегда молится со всей Ишевым вместе, для него это так важно. Он ответил, что он не может так много часов проходить без молитвы. Он говорит, молитва — это диалог, это диалог с Творцом. Это не какой-то обряд, какие-то слова, которые нужно быстро прочитать, закрыть и убежать. Ты говоришь с Творцом, он тебе отвечает. Потом ты говоришь опять, потом он отвечает. Каждый раз, когда мы обращаемся, у нас есть особая связь, и он отвечает нам, мы с кем-то говорим. И об этом здесь и речь. Когда у нас есть какие-то отношения, особенно когда близкие отношения, то у нас есть разные времена, разные настроения, разные ситуации, которые мы себя по-разному ведем, по-разному обращаемся. Это то, что мы здесь можем для себя выучить. Поэтому Рапшим Шампингас пишет вначале, что это короткие. Не нужно взять эту книгу и сразу прочитать ее сначала до конца. Нужно проходить ее медленно, потому что весь смысл ее в том, чтобы понять, что есть разные части молитвы, есть разные выражения молитвы. В этом мы начнем, что мы постараемся уже подойти. Открылся этот мир молитвы, который находится как в Торе. Это Рапшим Шампингас предисловие, что как в Торе у нас есть разные части Торы. И если человек учит только одну ее часть, то, к сожалению, он никогда не сможет увидеть всю ее полноценность, все ее совершенство. В той же самой молитве, если мы не откроем от нас, что есть вот разных десять разных ворот, разных пути, по которым мы обращаемся к Творцу нашей молитвы, тогда мы не сможем действительно насладиться этим огромным подарком, который нам дал Творец. Вячеслав Сашем, мы постараемся открыть эти ворота и войти в них. Спасибо. 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 Спасибо.